Как насчет стоимости ценника? Многих волнует ценник. Кстати, многие выбирают Мальту, потому что она сравнительно недорогая. Сравнительно недорогая по сравнению с Великобритании. Бедная наша Великобритания. Столько аргументов в пользу Мальты. Тут, конечно, тоже все зависит от вашего бюджета. Но обычно, чем длиннее ваше обучение, тем дешевле программа. Потому что многие школы дают бесплатные недели обучения и проживания. Уже эта акция действует обычно от 4 недель. То есть вы платите за 4, а в итоге получаете 5. Супер, отлично. Нам нужно перейти дорогу, потому что там ремонтные работы. Я уже заметил, да. И сейчас мы попробуем, насколько здесь хорошая культура вождения. Нас пропустили. Да, все стараются останавливаться, все соблюдают правила дорожного движения. Это тоже радует. Конечно, все равно нужно быть обязательно аккуратными и переходить только в положенном месте. Английский язык на Мальте считается государственным, но он не родной. Вы знаете, нам, ну не часто, но бывает, клиенты задают вопрос, не помешает ли это изучению английского языка. Можно я попробую ответить на этот вопрос, а вы меня либо поддержите, либо опровергните мою точку зрения. Сейчас пропустим студентов. Они явно не местные. Студенты здесь повсюду. Повсюду. Так вот, во-первых, могу с уверенностью вам сказать то, что все мальтийцы говорят на великолепном английском языке. Есть ли у них акцент? Есть небольшой у них акцент. Как это может негативно сказаться на изучении английского языка? Я считаю, никак. А мне твои зубы нравятся. Спасибо, а мне твой акцент. Какой еще акцент? Ну, твой замечательный акцент. У тебя есть акцент. Так вот, мне, например, непонятно, когда кто-то обращается, спрашивает про Мальту с нулевым, бегиной или даже интермедиат уровнем английского языка и придает какое-то значение своему акценту. Я живу в Англии 25 лет. У меня нет британского акцента. Да, у меня костлявый язык. Но все же за 25 лет можно было наработать. И ничего плохого в этом нет. Это никак не... Учитывая, наверное, полную глобализацию мира, учитывая то, что мы сейчас абсолютно свободно перемещаться там, куда нам хочется, там, где нам нравится, акцент не имеет никакого значения. Кстати, в Великобритании то же самое. Очень много разных акцентов. И мало кто говорит на BBC акценте. На чисто королевском. На чисто королевском. На чисто королевском акценте. Мало. Даже наш директор учебной части, которая как раз-таки из Великобритании, которая говорит на чистом, великолепном языке королей, она уже сама подтверждает, что это давно не правило и давно не priority, скажем так, да. Но так или иначе, вы можете хотеть говорить на королевском английском. Это все оттачивается. Но вы учите сначала английский. Конечно, правило. Перед тем, как... Словарный запас. Да, это мне просто даже смешно. Нет? А мальтийцы никому не в обиду. Они очень приветливые, очень гостеприимные, отзывчивые и открытые. И, возможно, учитель английского языка на Мальте, который преподает в мальтийской школе, мальтиец, он будет доносить до вас информацию лучше, чем британский учитель. Кто знает? Абсолютно точно. Мне даже добавить нечего, потому что великолепно. Фух, Светлана одобрила. Вы рассказали. Светлана одобрила меня это радует. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова